С 14 по 16 сентября в Казани прошел международный форум «Сбережение человечества как императив устойчивого развития», на котором обсуждались вопросы понятия нового гуманизма, всемирной универсальности ценности объектов культурного наследия, а также способы и механизмы обеспечения гуманитарной безопасности. Эти проблемы во многом связаны с ролью ЮНЕСКО, организации, рождение которой было обязано главной идее. Мысли о войне возникают в умах людей, поэтому в их сознании следует укоренять идею защиты мира. Темы и проблематика форума получили одобрение и поддержку генерального директора ЮНЕСКО Ирины Боковой. Как известно, вопросы сбережения народа – особая тема национальной повестки любой страны. В России эта идея была сформулирована великим русским ученым Михаилом Васильевичем Ломоносовым, а в наше время актуализирована писателем, Нобелевским лауреатом Александром Исаевичем Солженицыным и президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путином. Тезис сбережения народа, как главная цель социально-экономического развития любой страны, Верховь был обучен в 2006 году президентом России Владимиром Путином ежегодным посланием Федерального собрания. Я могу сказать, что он стал сейчас приоритетом дальнейшей политики российского государства. Верховщиком благосостояния России является многовековая история совместного проживания многих населениях народов, народов с различной герой культурой, вероисповедями и культурой. Я сам из Българии. Когда-то мы 10 лет тому назад вместе с министром иностранных дел Болгарии вам здесь привезли копию золотого меча болгарского хана Аспаруха. Вы нам в ответ показали перстень хана Аспаруха, да? Есть ли какое-то пожелание болгарскому народу? Я должен вам сказать, что когда я уже стал заниматься историческим наследием, восстановлением, но Болгары, Болгары это истоки у нас одни. Они оказались, значит, уральские, уральские, а потом в вашей родине это дунайская лудра. Я был лет 5-6 тому назад, я был в древней столице, смотрел, как там возрождаются исторические ценности, и мы провели очень хорошую международную конференцию в Армахе. Мы с болгарскими учеными очень тесно работаем по нашей общей истории. Мы сейчас закончили семитонник истории татар, и мы очень много сделали, и сейчас есть уже труд болгарик. Как называется болгарик о вашей истории? С вашими учеными вместе сделано. Так что у нас мы, не политизируясь, я считаю, что созидаем во благо науки и сохранение нашей общей истории и всего того, что есть положительный в нашей истории. Спасибо. И последний вопрос, это по поводу распада Советского Союза 25 лет. Наш президент когда-то, Туда Живков, он указывал на том, что виноват Горбачев. Как вы считаете по этому поводу? Знаете ли, мало кто бывает благодарным реформатором. Для этого еще прошло очень, я думаю, что недостаточно много времени, чтобы это понять. Ведь все люди и вообще человечество от революции ждет только хороших. Вот поэты, работники творческие, всегда приветствуют любую революцию. Говорят, вот такая революция, наши помыслы осуществляются в жизни. Но потом приходит время и огорчение, к сожалению. Все зависит от того, что революция совершается, а как жить после них. Вот это, я думаю, что должно хватать мудрость и опыт, и достичь согласия и поддержки общества. Но я сегодня пытался об этом говорить, почему-то, потому что люди должны верить в своих руководителей. Без этого, говорю о какой-либо устойчивости, это иллюзия. Спасибо. Я приехала в первый раз познакомиться с этой республикой, но я уже заметила много интересного. Это многокациональная республика, здесь много религий, много национальности, много составляющих культур. И для меня это интересный опыт в плане, как сохранить мультикультурные традиции, многообразие, различные религии, как положить внимание друг к другу. И я думаю, что это еще около меня, как вместе сотрудничество, и в институте, и ученые, и политики, и правительство. Я считаю, что в этом мы могли в классе учиться, потому что результат действительно очень интересный и положительный. Продолжение следует... В современном мировом сообществе уже поставлены очень важные задачи общенациональных проблем мира и устойчивого развития. Сегодня главное, что присутствует в будущем умах человечества, это вопрос будущего развития цивилизации в нашей общей судьбе. Необходимость гуманитарной модернизации, сохранение культурного наследия и генерации новых смыслов является сегодня для человечества не менее важной темой, чем обсуждение проблем экономического, социального и финансового характера. Редактор субтитров А.Семкин Вот то, что сегодня события международного масштаба, это очевидно. То, что сегодня у нас много гостей, это замечательно. Но начало этому положено значительно раньше, когда мы стали заниматься древним болгаром, а булгарская цивилизация, это, конечно, и дружественная нам Болгария. Я очень хорошо помню, как несколько лет назад мы провели большой форум в Болгарии, как нас принимали наши коллеги, наши друзья, наши единомышленники, как с большой гордостью показывали и демонстрировали свое культурное наследие, и с какой внимательностью затем изучали наши исторические и культурные места, в том числе древний болгар. Нам очень приятно, что именно из Болгарии родом Ирина Бокова, генеральный директор ЮНЕСКО, которая лично приезжала в 2014 году сюда для того, чтобы вручить древнему болгару сертификат о включении в список ЮНЕСКО. И она тогда сказала, я не могла не приехать к вам, хотя приезжая с такой вообще функцией редко, потому что я сама болгарка, потому что это наши общие корни, это наша общая история. Скажите, пожалуйста, вы сегодня зачитали благодарственное письмо от госпожи Боковой, которое она прислала в честь форума. На ваш взгляд, что она сделала, в том числе для популяризации города Болгар? Ну, ваше впечатление от ее работы? И как вы знаете, она сейчас является, будет баллотироваться на пост председателя Организации Великой Нацией. Ваше впечатление о ее работе? Да, ну, вы знаете, у нас есть самые теплые отношения. Она очень любит Россию, мы любим очень ее. У нас очень много было совместных проектов, в частности, Болгар, который имеет отношение как бы и к Болгарии в силу своей древности. Она тоже здесь была, я знаю, даже там не раз. И все поддерживала нас, помогала в этом плане, присылала нам экспертов, которые помогали нам делать эту номинацию. Вот при ее помощи эта номинация теперь уже включена в спецификационерное наследие. Вот сейчас в Татарстане готовится новая номинация. Семьяш, может быть, вам получится посмотреть, тоже интересное место. Вот, а что касается ее... Личное качество, может быть? Ну, личное качество... В плане работы, да? В плане... Нет, для нас она очень... Она надежный партнер. Она не раз встречалась с президентом Российской Федерации. Всегда очень теплые встречи. Они знают очень хорошо друг друга. Президент ей, что я видел, сказал, и сейчас мы это подтвердили, наш министр иностранных дел подтвердил это, что это наш кандидат на пост с генеральными секретарями, которого мы активно поддерживаем и будем предлагать дальше. Многие знают, что один объект в Татарстане уже включен в список культурного наследия ЮНЕСКО. Это город Болгар, колыбель волжско-булгарской филиализации. Сейчас в этот список готовится вступить и древний город Свияшск, что находится в 30 километрах от столицы Татарстана, Казани. Скажите, пожалуйста, здесь, в Татарстане, также проживают очень много народностей, христиане, мюсульмане. Такой конфессиальный вопрос, как они уживаются вместе. Хорошо. Следует, ну, вы и в политике видите, и самое главное, в реальной жизни видите, насколько они близки, хотя у нас сегодня очень много пытаются, что они различные, но и христиане, и мусульмане живут, причем все конфессии. Если в народе будет вера, то и Господь будет с народом, и Господь сохранит народ. А также молитву хочется пожелать, чтобы для начала на уровне людей не было разделения, а потом, конечно, на уровне политиков не было разделения между нашими странами. Храни вас, Господь! Спасибо. Считается, что болгары как раз отсюда поехали? Да, 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 да. Первые священники будут болгарами. Да. Уже было переведено с греческого именно на славянский язык. И кириллицу тоже. Да, 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 да. Это мы прекрасно помним, знаем и отдаем себе отчет. А также был митрополит Кипрян, может быть, знаете, он болгарин. Да, да. Он считается, что вывез Казанской Божьей Матери и перевез в Москву. А вы там знаете? Да, конечно, это все же наша история. Ну, а о том, что, в принципе, русская церковь так или иначе начинает с Болгарии, это мы прекрасно знаем, мы все учились ту историю. И понятно, что если кто-то и был из Византии, то они просто не смогли бы с народом общаться, они просто не знали языка. Поэтому это по умолчанию, что значит что-то славянское, и кто-то уже был из славяна. Это понятно, что первые, кто из славян, были болгары, которые приняли христианство. Вот. И, в общем-то, те распевы древневизантийские, которые существуют, это в первую очередь в болгарском переводе, и так и называются у нас болгарские распевы. Мы подготовили книгу, она так называется «Болгарика. Время и пространство болгарской цивилизации», подготовленная специалистами, учеными, археологами, архитектами, искусствоведами Татарстана. И она представляет не только на музейном уровне, а на уровне монографическом роли значения болгаро-татарской культуры, на примере частности города Болгара. И я, конечно, с удовольствием вручаю вам эту книгу. Спасибо, Россия. Только здесь, в России, вам могут подарить книгу под названием «Время и пространство болгарской цивилизации». Только здесь, в России, если вы скажете, что болгарин, с вами относятся с уважением, вас называют «братушка». Россия, Республика Татарстан. Для медиамост Болгария, Борис Анзов. Россия, Республика Татарстан.